Сельхозпродукция Здесь тоже идут уборочные работы. По нечетным дням недели огурцы, почетным томаты. На 14,5 гектарах тепличных просторов трудится 20 овощеводов. Урожай нынешнего года на 300 тонн больше прошлогоднего, и это несмотря на проблемное лето. Погодная зависимость у тепличных огурцов с помидорами ничуть не меньше, чем у зерновых культур, произрастающих в чистом поле. Ну, во-первых, большое влияние на урожай оказывает освещенность. Чем больше солнечных дней, тем больше урожай. На качество урожая влияет также еще и дождливая погода. Все-таки теплицам 30 лет. У нас, к сожалению, кое-где, когда дождь идет, тоже дождь идет в теплице. Вот на качество может повлиять. А урожай собирать нам не мешает ничего, потому что мы приходим и три раза в неделю собираем и огурцы, и томаты. Лишь 30% местной продукции поступает в магазины республики. Остальное вывозится в соседние регионы. Если огурцы, собранные зелеными, зелеными за время перевозки и останутся, то вот томаты снимают цветок в двух вариантах расцветки с разным периодом созреваемости. Ну вот он немножко желтеть начинает. Значит, вот уже он дозреет этот томат. Дозреет в течение дня или через день, пока он доедет до потребителя. А эти мы сортируем, соответственно, красные в отдельной коробке, а бурые вот эти вот бланжевые в другие. И сортируем стандарт. У нас есть средние томаты, есть нестандарт, но и брак. Начавшийся в январе сезон тепличных культур закончится в ноябре. За 10 месяцев на этих площадях успевает получить два урожая. По сути, 20 тепличных работниц занимаются сбором огурцов и томатов круглогодично.